Запорожье отметило 9 мая. В нынешнем году, учитывая сложную ситуацию в стране, празднования сложно назвать масштабными. Парады, вечерний концерт и соображения безопасности власти отменили. Тем не менее, отдать дань памяти погибшим на полях сражений Великой Отечественной, возложить цветы к монументу на Аллее Славы, поздравить ветеранов с годовщиной Победы, пообщаться с друзьями и отведать солдатской каши. В центр города пришли тысячи запорожцев. В 2014-м, 9 мая по Запорожске, с прошлогодним размахом не сравнить. Все гораздо скромнее, но от этого не менее торжественно и эмоционально. С самого утра на Аллее Боевой Славы стали собираться те, для кого этот день – самый главный праздник в жизни. Среди них – Георгий Макаров. Для человека, прошедшего от Минска до самого Берлина, важнее той победы ничего нет. И тяжеловато было, но все-таки преодолели. Встречался с американцами на Эльбе после Берлина, как взяли 2 мая. А 6 мая уже встречался с американцами. Дружеская встреча была. Как и было обещано, на праздники никакой партийной символики, только национальные цвета и знамена Победы. Впрочем, без политики не обошлось. По словам губернатора Валерия Баранова, сегодня страна переживает тяжелый период. Скоро – выборы президента и новая редакция Конституции. Но самое главное – на сегодняшнем фоне связи поколений – единство всего народа. Я уверен, что нам с вами сегодня нужно всем быть едиными в том, чтобы отстоять Украину, отстоять Запорожский край и не допустить в нем никакой дестабилизации. Единение и еще раз единение. 9 мая 2014-го – это главный посыл праздника. Иначе никак не выстоять. И мы должны все делать для того, чтобы люди понимали, что в единстве наших усилий, усилий по укреплению обороноспособности Украины, мы можем выстоять в этой непростой сегодня ситуации. Вы видите, я делал ленточку Украины и Георгиевскую. Потому что я безумно люблю свою страну – Украину. И чту память героев, которые освобождали эту землю. Пожелание мирного неба в нынешнем году актуально как никогда. А кроме этого – крепкого здоровья для воинов-освободителей, большинство из которых за 90. К слову, несмотря на кризис, городские власти, заверяет мэр Александр Син, не сократили ни одной ветеранской программы. Особенно, что касается медобслуживания. В этом году мы увеличили финансирование и ветеранских организаций, увеличили финансирование палат для участников Великой Отечественной войны. И таким образом расширили количество мест, где могут сегодня проходить лечение и оздоровление наши ветераны. После возложения цветов к мемориалу праздник сместился на аллее трудовой славы. Там у строителей мероприятия развернули полевую кухню, а автоматоклуб «Фаэтон», неизменный участник парадов и выставок на 9 мая, предоставил несколько образцов раритетной техники. Член клуба Марк Талан в роли сына полка. Несмотря на юный возраст, про оружие победы рассказывает почти без запинки. У меня в руках ППШ. Пистолет, пулемет, шпагина. Образца 1941 года. К полевой кухне, как всегда, пробиться тяжело. Солдатская каша, признаются те, кому она досталась, очень вкусная. И она неизменный атрибут праздника, каким бы скромным он ни был. Мне очень жалко, что людей мало. Но праздник святой, и в Запорожье он выдерживается, и надо, чтобы было так всегда. Представители молодого поколения запорожцев не согласны со стереотипом, что они не знают своей истории и равнодушны к 9 мая. Денис и Татьяна в один голос заявляют – День Победы был и остается великим праздником. Это великий день, День Победы. Наши прадеды и деды воевали за эту страну, поэтому масштабно и только масштабно стоит. Однозначно. Вот то, что они пережили, их взгляд, их ни глазах, ни слезы – это, конечно, непередаваемо. Просто непередаваемо. Так что это не то, что его чтить надо. Я не знаю. Это, мне кажется, бесконечная память. Просто безграничная, бесконечная память. Праздник, на который пришли тысячи людей, прошел спокойно. Милиция, к слову, работала в усиленном режиме. Большинство запорожцев надеются, в следующем году город обязательно вернется к своему обычному формату 9 мая с парадом, концертом и фейерверком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова